Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! На нашу электронную почту поступило более 40 писем с вопросом, что же творится в Караганде и почему эти акции и митинги направлены против армян. Какой позой хочешь меня снимать? Итак, давайте вместе с вами разберемся в ситуации. Напряженными выдались праздничные новогодние дни в республике Казахстан, а именно в Караганде. Дело в том, что еще в ночь на 1 января в одном из ресторанов города возникло то, что на бытовом языке называют разборкой между клиентами. По всей видимости, по крайней мере, такой вывод можно сделать из сообщений местных СМИ, как это порой происходит, слово за слово и конфликт перерос в драку. Причем в драку массовую. В результате один человек скончался от полученных травм. Еще трое попали в больницу. Происшествие, безусловно, трагичное, но обычно правоохранительные органы достаточно быстро и качественно справляются с подобными ситуациями. Однако на этот раз все может выйти из-под контроля правоохранителей. Итак, что же конкретно случилось? Как мы видим, действительно в драке участвует очень много молодых людей, и эту драку можно с полной уверенностью назвать массовой дракой. К видео мы еще вернемся. По информации областного департамента полиции, на которую ссылаются СМИ, ночью с 31 декабря на 1 января в карагандинском ресторане «Древний Рим» что-то не поделили две группы клиентов, в результате чего сначала возник конфликт, который затем перерос в массовую драку. Четыре участника произошедшего получили ножевые ранения, один из них умер. Трое задержаны, один в бегах. Далее полиция относительно оперативно сообщила, что были задержаны трое мужчин. Торгом Малхасян, Сухас Малхасян, Каир Надрбеков. Их считают подозреваемыми в том, что они совершили тяжкое преступление. Всем троим суд выбрал меру пресечения содержания под стражей. Ведется расследование по статьям за хулиганство и за убийство. Есть еще один человек, которого в полиции подозревают в причастности к этому преступлению. Это Нарек Гурурян, но он, по информации департамента полиции, объявлен в розыск. Итак, давайте посмотрим этот видеоролик, который он сам разместил в YouTube-канале. В свою очередь хочу сказать, что я никого не убивал. В тот злополучный вечер в ресторане Древний Рим я участвовал в массовом драке, но никого не убивал. Странная речь. Как видим, все хоть и трагично, но в общем не выходит за рамки обычного инцидента, который к тому же находится под контролем полиции. Но дальше начались странности. Вдруг областной карагандинский прокурор Марат Семьбаев в своем заявлении упомнил неких отдельных лиц, пытающихся дестабилизировать ситуацию и даже вынужден был предупредить граждан об уголовной ответственности за возбуждение национальной розни. Итак, что же случилось на самом деле? Вездесущие соцсети Семьбаев в общем раскрыл подоплеку своих слов в этом же заявлении, рассказав, что в социальных сетях распространяется заведомо ложная информация о том, что конфликт произошел якобы на межнациональной почве, и что это ложное, но, по его словам, информация нацелена на манипулирование мнением общественности. Действительно, в соцсетях можно найти комментарии под материалами о произошедшей трагедии и даже выступлении отдельных блогеров, в которых прямо противопоставляются казахи и армяне. Говорится, например, что около 30 армян напали на 4 казаков и жестко их избили, в результате чего и умер один из потерпевших. А далее очень интересное обобщение на тему того, какие вообще нелюди армяне и как от них чуть ли не столетия страдает казахский народ, о том, что Россия покрывает армян, снова Россия во всем виновата, ну и, соответственно, армяне. Страсти накаляются. Между тем, жители Караганды требуют от правоохранителей скорейшего расследования преступления и наказания виновных. Так уже 6 января несколько сотен карагандинцев, как сообщают местные СМИ, собрались у здания областного департамента внутренних дел с требованиями предоставить им информацию о ведущемся расследовании. Затем они стали перемещаться к зданиям других государственных учреждений. Участники акции высказывали опасение, что дело будет спущено на тормозах и виновным удастся избежать наказания. Естественно, что в такой ситуации люди вели себя достаточно эмоционально. Обещано, что все ответят по закону. Власти, похоже, не избегают общения с людьми, по крайней мере, с участниками акции. Оперативно встретился Аким, глава администрации области Ерлан Кашанов, сообщивший, что дело находится на контроле высших органов власти и никто не избежит наказания по закону. Позже пресс-служба Акима опубликовала информацию о том, что представители местной власти встречались с родственниками погибшего в массовой драке. Как уверяют в пресс-службе, во время встречи родственники погибшего были подробно проинформированы о ходе расследования. Уже установлены 8 участников конфликта, 7 раз задержаны. Следствие контролирует генеральный прокурор страны. Пресс-служба отдельно обращает внимание на то, что трагедия стала следствием конфликта между двумя компаниями, посетителей ресторана, а не конфликта на межнациональной почве. Готов сдаться. Хочется верить, что казахстанские правоохранители действительно оперативно во всем разверутся и проведут тщательное расследование, а справедливую точку в деле поставят суд. И все виновные действительно будут наказаны. Также хочется верить, что у жителей Караганды хватит терпения и здравомыслия, чтобы не поддаваться на провокации. Да, среди задержанных двое армян и один еще не задержан, но это вовсе не повод для провокационных обобщений и для вражды между армянами и казахами. Тем более, что пока незадержанный Нарек Курульян уже выложил в сеть видео, где говорит, что готов сдаться властям и понести заслуженное наказание. Казалось бы, при чем здесь политика? Создается впечатление, будто кто-то пытается умело подогреть эту вражду и создать в Казахстане очаг межнационального конфликта. Зачем? А вот, например, президент страны Нурсултан Назарбаев за пару дней до Нового года на встрече с журналистами акцентировал внимание, что и выборы президента, и выборы парламента пройдут в положенный срок. То есть в 2020 и в 2021 годах. Почему-то ведь он это сказал. Сказал он потому, что в интернете поползли слухи о возможных досрочных выборах. А за последние годы все уже, кажется, уяснили, что подобные слухи в том или ином месте просто так сами по себе не появляются. Обычно их своевременно запускают в сети, а потом умело разгоняют, постепенно накаляя и дестабилизируя общественно-политическую ситуацию. И для такой дестабилизации любой конфликт, тем более межэтнический, прекрасное топливо. Да, трагедия в Караганде сама по себе вряд ли может поголебать основы казахской государственности. А если удастся разжечь на ее почве межнациональную рознь? А если конфликтов будет много по любому поводу и не обязательно межнациональных? Сразу задумываешься, это единичный случай или такие случаи были в России или в других странах? Давайте посмотрим. В минеральных водах произошло циничное убийство. 32 человека, так называемый местный смотрящий Арман, его брата Рама Копян и три десятка мальчиков из секции спортивных единоборств зашли в холл ЦРБ. Вот, к примеру, еще одна новость, опять-таки, с официального сайта «Комсомольская правда». Только официальные сайты, источников много, вы можете сами посмотреть в интернете. 27 участников смертельной драки в минеральных водах в больнице получили сроки. И как ни странно, 27 из них армяне. Это совпадение или закономерность? На лавочке перед процедурной в это время дремал посетитель. Смотрите. Москвичи обступают плотной стеночкой, бьют и уже через секунду выволакивают в холл. Мы не делаем никаких выводов, выводы делать только вам. Итак, главный фигурант Андроник Цаканян осужден на 15 лет колонии строгого режима. Человек, который лупит его, находящийся в федеральном розыске Андроник Цаканян. Все ужасы того, что происходило, мы не можем выкладывать, чтобы не заблокировали наш канал. Вы сами можете в интернете это посмотреть. Поверьте, это зрелище не для слабонервных. В Ставропольском краевом суде 26 мая был оглашен приговор по громкому делу о массовой драке в Минеральных водах, в которой погиб местный житель Анатолий Ларионов. Пострадавшие и его друзья Анатолий Ларионов и Руслан Абдул-Жалилов пришли за медицинской помощью в местную больницу. Вскоре в приемный покой ворвались их преследователи и избили Анатолия Ларионова, Абдул-Жалилова, медсестру Нину Станко. От полученных травм Анатолий Ларионов скончался. То есть эти обезбашенные, эти полностью уверенные в собственной безнаказанности животные терроризируют не только молодых людей, но и девушек, женщин. Избили медсестру, которая совершенно не имеет никакого отношения к этому происшествию. Итак, следователи выяснили, что в драке принимали участие 33 человека. 27 из них вскоре были задержаны и оказались на скамье подсудимых. Еще шестеро до сих пор в бегах. Их дело расследуется отдельно. И так, может быть, эти шестеро находятся именно в вашем городе и представляют угрозу вам и вашим знакомым. В суде обвиняемые вели себя по-хамски, срывали заседания, оскорбляли приставов, журналистов, родственников, пострадавших. В конце концов, двое из обвиняемых, Арман Ахумян и Армян Акапян, попали еще под одну уголовную статью – оскорбление представителя власти. То есть мы видим, что эти звери, убившие ни в чем не повинных людей, они даже не осознают свою вину. Главный фигурант Андроник Цаканян получил 15 лет колонии строгого режима. Арман Ахумян приговорен к 8 годам колонии строгого режима и заплатит 1,5 миллиона. Аналогичное наказание получили Павел Агабабян и Самбел Манучарян. Суть в том, что они до сих пор не осознали всю тяжесть Содейнного. То есть рано или поздно эти убийцы вновь выйдут на свободу в России и будут представлять такую же угрозу остальным жителям. Потом дебош продолжился на втором этаже и через 6 минут бригада покинула здание. За спиной у нее остался валяться москвич Анатолий Ларионов, бизнесмен, умница с тремя высшими образованиями, выпускник Академии Госслужбы при президенте России. Он умер от гематомы мозга после двух трепанаций. Итак, проходит некоторое время на Ставрополе толпой армян зверски убит Дмитрий Сидоренко. Вновь Ставрополе, вновь армянская банда, этническая ОПГ, крышуемая местными властями, убили спецназовца Дмитрия Сидоренко в Минеральных водах за славянский оберег и ненависть к русским военным. Если вы скажете, что это чья-то страница, давайте перейдем еще раз на официальный стать комсомольской правды. Дело Дмитрия Сидоренко. В Минеральных водах снова массовая драка. Погиб спецназовец. Но почему-то комсомольская правда не пишет, что массовое избиение и убийство совершили толпа, банда армянских беспредельщиков. Именно воды вышли на митинг. Люди выступали против произвола власти и армян, большинство пришедших в больницу одной конкретной национальности. Опять-таки возникает резонный вопрос. Неужели и снова совпадение? Или это уже какая-то закономерность? Мы не делаем никаких выводов. Выводы делать только вам. Размещенная в интернете пленка? Насладитесь. По мнению армян, разжигает национальную рознь. А сами юнцы, бьющие лежачего, ничего не разжигают. Пожалуйста, пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео, чтобы как можно больше наших с вами соотечественников узнало всю правду, что творится в нашей стране. Ларионовым повезло, что видео их драки попало в интернет. Иначе они уверены, убийцы так и отделались бы штрафом в 500 рублей. Только за счет того, что люди делились этим видео в соцсетях и вышли на митинги, удалось посадить армянских бандитов, убийц и беспредельщиков. Пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал. Мы будем следить за новостями. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok